привет привет всем я сегодня хочу с вами поговорить про кризисы кризисы я словила такой классный инсайт что кризис дан человеку чтобы человек научился опираться на что-то более глубокое внутри и что кризис кто в нас какая часть нас создает кризис это та часть нас которая такая автоматическая на поверхности очень импульсивная очень прямолинейная слишком прямолинейная часть нас такая максималистическая да если можно так сказать и что кризис создается на уровне вот этого верхнего слоя на уровне ума когда мы можем объяснить какую-то ситуацию в нашей жизни вроде бы все было логично все было логично очень крутой сейчас такая небольшая отсылка к книге 64 пути денег рауруху он там рассказывает про активацию четвертые ворота в третьей линии 4 ворота логический контур это ворота ответов и он дает такую классную штуку такой классный пример что вот у вас есть бизнес-план и на бумаге он выглядит идеально ну вот прям все просчитано каждая циферка каждая буковка каждый процесс там и так далее и вдруг вы начинаете воплощать этот бизнес-план в жизнь и вы встречаете какого-то человека но там он говорил про эмоционалов вы встречаете какого-то человека который говорит нет 2 плюс 2 это не 4 2 плюс 2 до 5 не колышет или вы встречаете в своем этом плане да вы встречаете какого-то какое-то событие происходит которое нелогично но не вписывалась в этот бизнес-план бы его не могли никак предугадать и если у вас нет гибкости и адаптации и нет такого нет способности быстро адаптироваться под реальный мир то вы почувствуете кризис кризис веры кризис логики его все было логично но все же было логично просчитано и во первых мне очень понравился пример рау руку про эмоционал если вы к примеру не эмоционал и вы создаете такой план и он выглядит идеально и вы в этом плане привлекаете какого-то человека этот человек эмоционал и он примеру на каком-то на там внизу своей волны он говорит не 2 плюс 2 не может быть 4 это будет 3 по-любому ну по-любому будет 3 ну вот но не выйдет или наоборот он где-то наверху волны 2 плюс 2 до 5 я уверен я точно знаю сейчас мы попробуем понимаете то же самое происходит в нашем доме советов если представить что вы здесь в голове есть некий некое такое сборище разных голосов один голос такой логика он такой снэ поправляет и говорит мы все подумали все будет хорошо все циферка к циферке все отлично ну к примеру вас внутри есть еще какой-то какой-то персонаж который такой может быть нет а что если нет а что если это и в этот момент происходит кризис кризис происходит от невозможности адаптироваться и согласиться и принять ту реальность которая есть тот результат который есть и нежелание адаптироваться к этому к примеру вас была классная идея классная фантазия по поводу отношений по поводу вашей реализации по поводу вашего развития по поводу результатов того или иного действия которое вы совершаете там вы решили прочитать книгу и вы были так вдохновлены вот книга закончилась вы такие что это было вы хотели поехать на море вы себе представляли себя сидящий на шезлонге под зонтиком и какой-нибудь красивый официант подносит вам коктейль маргариту и с этой вот фантазией с этим планом каким-то который конечно фантазии превращается уже в твердый результат у нас внутри очень быстро вы приезжаете на море в итоге вы приезжаете вы не выспали в самолете потому что рядом с вами была многодетная семья с четырьмя детьми в него там вы у вас не сварение воздутие желудка номер вам дали вообще не с видом туда куда вы хотели на море на пляже шезлонг там с какой-нибудь треснутой штукой это чисто story of my life да шезлон какой-то неровный вы на нем лежите его вас болит спина он куда-то впивается и коктейль этот не с льдом фраппе а с какими-то кусок кусками такими льда и такила там не то входит или ром я не помню что маргарите помню такила и в общем вот вы получили то что получили фантазия разбилась об реальность вы не можете не хотите к этому адаптироваться не хотите соглашаться не хотите принимать и вы в кризисе это такая прям лайтовая ситуация бывают ситуации более такие экзистенциальные да в этом плане и суть кризиса в том чтобы увидеть больше чем логика увидеть больше чем-то как ограничено вы себе представили эту ситуацию что когда вы себе ее представляли она была слишком иллюзорно она была слишком инфантильна она была слишком нереалистично и так далее в этот момент в чем боли кризиса в том что нам очень сложно принять что это как бы мы не смогли предусмотреть какие-то еще вещи до процессы в этом все в кризис впадает не ваше тело вот все что ниже шеи в кризис впадает наш ум представьте себе что тело тоже бы впадала в кризис и дело такое говорит все мы не будем больше подавать кровь все мы в кризисе у нас депрессии все или сердце говорит у меня кризис я не хочу я не ожидал что мне нужно качать так много крови зачем в организме 5 и 6 литров или там сколько-то я думал будет 7 литров а мне дали только 5 что какое-то тело тоже непонятно зачем мне такое тело дали там зачем меня поселили в такое тело но представьте что каждый был ваш орган впадал бы в кризис и не умел бы адаптироваться ну типа мы бы не выжили это такая еще одна часть кризиса конечно чаще всего мы проживаем кризис именно в мыслях и кризис наступает от несогласия несогласия и непринятия своей какой-то неидеальности это создает внутренний конфликт самим собой как будто бы потому что ваш организм даже в те минуты когда здесь у вас уныние тщетность все плохо боль жизни боль все тлен и так далее ваш организм продолжает существовать то есть представьте себе что 90 процентов вашего существа умеет адаптироваться а 10 процентов и это самые громкие 10 процентов они не умеет и не хотят из-за того что ум очень громкий ум смотрит вовне ум не хочет смотреть и он не может смотреть внутрь да мы не можем смотреть в свою интуицию мы не можем с ней общаться через ум мы не можем есть один секрет как мы можем но об этом наверное в другом подкасте я сейчас прохожу тоже я сейчас по сути нахожусь в очень кризисном возрасте на у меня там и по восточной астрологии у меня период сады сати когда просто бульдозер по мне проезжает ветка ну ок хорошо и мне очень помогает способность быть гибкой и перестраиваться способность и допущение того что то что я придумала она действительно могло вообще не соответствовать моему потенциалу и кризис дан человеку чтобы он в этом кризисе смог наконец услышать какие-то другие части себя эти части которые нам нужно услышать во время кризиса они далеки от логики они далеки от какой-то четко они далеки от какого-то четкого бизнес-плана это я говорю про эмпирический опыт про принятие абстрактного эмпирического опыта это значит что в момент кризиса пока ваш ум продолжает оценивать то что вы делаете как что-то негативное потому что он все он вышел из чата он говорит все я все равно ты готова и у тебя ничего круче все ну просто вот все забей ум не выдерживает никакой здесь как сказать ум не настолько гибкий как ваше подсознание и как ваша какая-то большая части сознания в том числе и когда вы начинаете немного отказываться от своего бизнес-плана на жизнь вы говорите окей может быть я ошиблась прикиньте тут одно такое простое слово одно одна простая фраза может быть я ошиблась с интересом да наверно я ошиблась грамма и так далее а с интересом а может быть я ошиблась в этом сразу очень много перспективы появляется конечно здесь тоже важна общая насмотренности начитанность ваша да и наверное навык допустить допустить что в вашей жизни проигрывается немного другой сценарий и вообще его как бы дать этому место то тоже важно поскольку я человек очень любопытные следующие я везде свою свою нос но обычно в свои дела в чужие дела только за деньги то то я конечно же развивала в себе качество любопытство поскольку я еще профиль 13 по дизайну человека и человек который я в базе нахожусь всегда я всегда прихожу в фундамент куда бы я не поднималась сколько бы этажей я не строила бы у себя внутри там у этаж сюда а еще один сюда ведет а еще и на крышу умею подниматься я спускаюсь на первый этаж в базу и я развиваю вот этот качество навык любопытства здорового любопытства до безоценности какой-то и каждый раз я вижу какие каким бы лютым не был бы следующий кризис который и я уверена у меня еще будут я говорю давайте ребята давайте с удовольствием я уже знаю что кризис это что-то это самое прекрасное что может быть у человека потому что именно в кризисе мы становимся глубже мы становимся шире мы в кризисе мы можем получить какое-то новое знание о себе которого не было в нашем бизнес плане мы про это даже не думали и мы такое даже не планировали потому что здесь очень ограниченный набор как бы пунктов на 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 автоматическом уровне мысли очень ограниченный набор сценариев которые мы могли бы себе запланировать и когда происходит кризис и кризис говорит ты не сможешь пройти в эту калитку вот ты долбишься в эту калитку ты не сможешь в нее пройти и когда вы себе говорите окей может быть и неправильно все просчитала и вы начинаете оборачиваться вокруг сдаетесь этому состоянию и начинаете смотреть вокруг себя что оказывается в эту калитку и не нужно к этой калитке даже нету что там на самом деле есть еще двери и выходы но вы никогда туда не смотрели потому что вы придерживались своего бизнес-плана и и очень многие люди продолжают долбиться в одну и ту же дверь которые чаще всего даже не существует имея при этом ключи уже имея ключи для других дверей но без возможности сами себе отрицают возможность что можно как-то по-другому прикиньте люди боятся кризисов боятся потому что это как будто бы отказаться от какого-то коллективного социально приемлемого образа но мы же живем в коллективном мире и мы очень сильно обмануты этим коллективным миром и обмануты лидерами мнений соцсетями вот этими картинками обложками да мы очень сильно этим обмануты по факту мы не умеем потреблять корректно эту информацию которую мы видим и слышим чаще всего мы только видим пролистываем и читаем мы видим красивую картинку в стиле фэмили лук мы видим дорогую сумочку шанель мы видим мальдивы или бали и все вот это какой-то коллективный социально такой успешный образ и мы думаем что наш профессор гугл или нас нас этот мистер логик который бизнес планы нам создает на жизнь они будут вот нам нужно туда потому что это означает нам успех мы очень сильно падки на вот это все очень сильно падки а потом мы славливаем кризис что опа и мы не хотим верить мы не хотим болезнение всего соглашаться с тем что мы себя сами же обманули мы не хотим соглашаться с тем и мы не хотим узнавать детали что стояло за тем кадром который нас так сильно вдохновил что стоит за кадром сумочки шанель что стоит за кадром красивой пары или красивой девушки на бале что стоит за кра за кадром картинки с мальдив с белоснежным песочком в стиле баунти да что стоит за кадром семейной фотосессии в стиле фэмили лук мы не хотим на это смотреть мы хотим наш ум хочет чтобы все было просто чтобы все было просто мы хотим просветление но но чтобы все было легко потому что то что мы видим сейчас в социальных сетях оно подается как будто это все легко легко и смотрите если когда-нибудь я буду публиковать фото на бали я верну вас к этому видео но меня не тянет на бали если честно наверное мне мне все-таки ближе вот европейская вот эта земля здесь мой род здесь мои корни у меня возможно когда-нибудь когда-то была иллюзия про мальдивы там и так далее но я чувствую что мне туда сейчас не надо но если когда-нибудь так случится в моей жизни что я буду публиковать какое-то видео с бали я обязательно верну вас сюда в этот момент кризиса который я сейчас прохожу и в котором я обнаруживаю какие-то удивительные артефакты и обнаруживаю вот эту удивительную иллюзию в которой мы живем и когда мы начинаем допускать что возможно мы что-то не продумы действительно когда-то за гордыня да немножко мы отпускаем что гордыня очень не хочет признавать что это мы в чем-то могли ошибиться что у нас наш бизнес-план в чем-то был некорректен и не 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 дальновиден да скажем так когда мы отпускаем гордыню мы начинаем обнаруживать свое кино свою историю где мы главный герой где я главный герой и где у меня есть очень много вариативности и в том в какую сторону мне сейчас идти и это интересно потому что это происходит вот эта свобода вот кризиса она происходит когда ты сдаешься кризису когда ты говоришь окей это кризис и это нормально кризис это самое лучшее что со мной может получиться потому что именно в момент кризиса мой ум признает свое поражение это значит биндон я могу соединиться с чем-то большим я могу соединиться с какими-то такими частями себя в которых есть истинная энергия и которые любой бизнес-план превратят в проект в долгосрочный проект где я смогу поддерживать вот этот ритм да и так далее мурашки у нас во всех есть такая же эмоциональная часть внутри да как Рау Руху рассказывал что вот вы прописали бизнес-план и вот все хорошо ну просто у меня четверо детей для меня любые любой типо мой горизонт планирования это неделя и то я соглашаюсь с тем что что-то может измениться мне могут позвонить из садика сказать у ваших детей в ши заберите или там у кого-то болит живот и так далее когда так происходит когда я делаю свой план на неделю и делаю его из ума к примеру когда мой ум говорит так все все четко мы в контакте со временем мы сейчас все пропишем и когда что-то такое происходит я уже натренированный человек вот этой вот многозадачностью раньше меня это очень наранило и выбивало мой ум не хотел соглашаться что он что-то не просчитал он начинал говорить что это несправедливо это несправедливо почему там почему всегда какая-то хрень происходит и мой ум совсем не хотел признавать что это где-то мой недочет это где-то моя неспособность адаптироваться и быть гибкой и от этого возникал кризис именно от этого непринятия непринятия того что существуют процессы которые не смогу никогда не смогу внутри их предвидеть мой ум не сможет их предвидеть и вложить это в мой бизнес-план или в мой план на неделю это про контакт с собой и контакт со временем и контакт со тем чем я могу управлять и тем чем я не могу управлять всегда есть момент вот этого локуса контроля вот поэтому если у вас кризис если вы находитесь в таких стесненных стесненных обстоятельствах первое это сделать глубокий вдох через нос и выдох через рот и желательно так еще пару раз потом пересесть того места где вы сидите в какой-нибудь другой и там еще раз подумать об этом потом еще в одно место встань с того места где ты сидишь чтобы начать по-другому мыслить и третье допустите что тот сценарий который происходит в вашей жизни сейчас наиболее корректен для вас это именно то что вам нужно сейчас прожить и это именно то что вы просили на самом деле но ум немножечко ошибся в подсчетах он молодец ну просто он он ошибается это нормально ирари хуман вест и попробуйте посмотреть а может быть вы правда долбитесь не в ту дверь может быть это рядом есть другая и она уже открыта и она уже ждет чтобы вы туда пошли и это будет классным для вас расширением пожалуй все это мой четвертый подкаст из 333 с вами была Ольга Ситникова тайный попутчик хранитель ключей секретов и немножечко ведьмочка всем пока